Встреча с Бирюзовых озер Новый маршрут на Валенском озере Валензе Озеро Валензе известно своим субтропическим климатом. Здесь растут пальмы, инжир и даже киви. Валензе разместилось посреди швейцарских альп, чьи вершины высотой 1 км защищают с северной стороны озера от холодных ветров. И как результат регион может похвастаться своим благоприятным средиземноморским климатом. Вот мы идем вокруг озера Валензе. И только мы идем, многие также едут здесь, потому что это излюбленный маршрут и для местных швейцарцев, и для приезжих туристов. Поэтому я хочу вам его показать. Пойдемте! На этом маршруте всегда много туристов, причем красиво здесь практически в любое время года. И понятно почему. Дорога вдоль озера практически вырублена в скале. А чтобы мы смогли наслаждаться красивыми видами, сделали вот такие ответвления. А виды и правда красивые, как на картинке. А вода в озере просто изумрудного цвета. Чтобы туристу на голову не свалился случайно камень, все равно вот такая защита. Эта живописная дорога приведет вас к деревне Петлис, где можно и искупаться, и покушать, и осмотреть старую крепость. Ну а мы пойдем дальше вот туда, к водопаду. Эта часть маршрута до деревни Петлис очень красивая и совсем несложная. Пройти может даже ребенок. Капелла в деревушке Петлис тоже мотив для красивых фотографий. А это еще одна из главных причин посетить Валензея. Самый высокий водопад в Швейцарии – Сейренбаг, высотой 585 метров. Водопад представляет собой каскад из трех водопадов. Самый верхний имеет высоту всего 50 метров, средний – 305, а нижний – 190. Всего-то и получается 585 метров. Со смотровой площадки открывается замечательный вид не только на озеро, но и на водопад, естественно. И это просто завораживает. А внутри горы Кофилстен – протяженная система карстовых пещер и рек. И вытекая из нее, они и создают эффект плачущей горы. Мы направляемся в деревню Квинтон мимо еще одного водопада Ринквеля. Ринквели – водопад всего лишь высотой 48 метров. Это еще один водопад рядом со своим крутым соседом Зейренбагским водопадом. И соединяются они вместе здесь, в каньоне Зейренбаг. За этим водопадом и находится речная пещерная система, которую изучали долгое время дайверы. А мы идем в деревню Квинтон. Дорога проходит по лесу. Не всегда такая вот хорошая, но зато очень-очень живописная. Кстати, рекомендую всем надеть очень удобную обувь. В смысле для пеших прогулок, а не для фитнеса. А еще я нашла классным, что здесь есть такой вот маленький киоск самообслуживания с очень демократическими ценами на все. И на кофе, и на напитки. Кстати, все эти вещи надо сюда тащить пешком, потому что дороги нет. Она вот такая. Кстати, о дорогах. Немцы говорят, что можно перевести как путь, это и есть цель. И здесь, на маршруте вокруг озера Валензе, я в очередной раз убеждаюсь в правоте этих слов. Лесные дорожки проложены, или точнее сказать протоптаны, в тени высоченных деревьев. Идти по ним одно удовольствие, особенно в жаркий день. Живописные виды на озеро сменяются горными пейзажами и горными дорогами. Сложность этого маршрута уже повыше, чем просто прогулка вдоль озера. Лесные чаще готовят массу сюрпризов и живописных видов. Дорога идет преимущественно ровно или плавно спускается к озеру. И еще одна причина, почему стоит приехать на Валензе, это деревня Квинтон. Вы не увидите здесь автомобилей. Сюда можно добраться либо пешком, либо на корабле. В деревне проживает всего лишь 38 человек. И если вы молоды, у вас есть дети и вы хотите жить на швейцарской ривьере, то попробуйте принять участие в программе Квинтен Лепт. Квинтен готов заплатить бонус по 20 тысяч франков за каждого ребенка, лишь бы только семья осталась здесь до их совершеннолетия. Можете выращивать виноград и делать потом вино, либо выращивать киви, либо можете просто онлайн работать. Но главное, переживите здесь хотя бы одну зиму. Это летом здесь так все классно и замечательно, а зимой все-таки немного печально, потому что добраться в эту деревню можно будет только по воде. Жители деревни Квинтен выращивают здесь и виноград, и инжир, и финики, и айву, а также делают вкусное вино и варенье. Благодаря теплому климату, винограду и пальмам, правда, деревня напоминает эдакое Средиземноморье летом. Практически все жители Квинтен работают в туризме тем или иным образом. Кстати, о кораблях. Они курсируют здесь в течение всего года, а мы направляемся сейчас к кораблю. Вот эта вся толпа народа собирается сейчас загрузиться на кораблик. Мы в числе последних. Корабль подплывает. Надеюсь, мы туда попадем. На этот корабль мы не попали, но через полчаса подошел следующий. Так вот, еще один момент о билетах. Билеты лучше покупать онлайн. Вы можете вот стоять в очереди и купить билет. Стоимость билета от деревни Квинтен до городка Вейзен 15 франков. Мы прощаемся с пешеходной деревней Квинтен, которая мне очень-очень понравилась. И на кораблике направляемся опять назад в городок Вейзен. Кстати говоря, эта прогулка на корабле является пятой причиной, по которой вам обязательно стоит приехать сюда на Валензее. Именно теперь с корабля нам и откроется уже другой панорамный вид на горы вокруг. Это горная гряда Курфилстол на севере озера высотой примерно 1000 метров. Деревня Бетлис, по которой мы проходили, выглядит со стороны озера немного по-другому. Здесь корабль делает тоже остановку. МИТИН МИТИН Мы возвращаемся в точку старта. Городок Рейзен – Кантон Сан-Галлен. Здесь проживает тоже немного народов, примерно полторы тысячи человек, а само же озеро Валензее омывают берега двух кантонов Швейцарии – Сан-Галлен на севере и на востоке и Ларус на южной стороне озера. Городок Рейзен – это прежде всего туризм. Как я уже и говорила, Валензее – это излюбленная туристическая цель швейцарцев. По дороге мы познакомились с одним местным жителем, и он рассказал нам об удивительной истории одного дома этого города. Средневековый фасад, башенки, ворота – все детали, нюансы создают впечатление, что дом старинный и принадлежит к какому-то древнему роду. На самом деле, все немного по-другому. Один архитектор, коренной житель этого города, всегда мечтал о старинном замке и решил его построить сам. Сам решил, сам и построил. Строительство заняло 25 лет, и некоторая отделочная работу так он и не успел закончить – умер. А в замке живут теперь его дети. Мораль всей басни такова – мечты сбываются. А мы прощаемся с городком Вейзен и направляемся в горнолыжный курорт Амден, который находится над Валензее. И здесь открывается изумительная панорама теперь уже с высоты. Кстати, здесь почти на высоте 1000 метров. Вдоль озера проложено тоже несколько туристических маршрутов. Что ж, надеюсь, что я смогла убедить вас в том, что Валензее – это настоящая жемчужина Швейцарии. Буду рада лайкам и подписке на мой канал. А с вами была ваш гид на Воденском озере – Людмила Мехлер. До новых встреч, друзья!